На картодроме «Маяк» состоялся очередной 16-й этап серии СВС «Аймол Маяк Джуниор Кап». В соревнованиях принимали участие юные пилоты от 8 до 15 лет. Причём этот этап стал рекордным для нынешнего, уже 12-го сезона Кубка. На старт вышли 35 участников. Формат мероприятия предусматривает две гонки, каждую из которых предваряет квалификационный заезд. То есть каждому участнику предстояло выйти на старт 4 раза. Борьба предстояла серьёзная, потому что уже в первой квалификации ребята показали очень плотные результаты. В первом финале за подиум боролись 8 пилотов. На сей раз удача улыбнулась Стасу Фёдорову, взявшему серебро, а также Владимиру Янченко, который пришёл вторым, и, конечно, победителю, Николаю Василевскису. Впрочем, удача тут, возможно, ни при чём. Это показала вторая гонка результаты, которые мало отличались от первой. Серебро опять у Владимира Янченко, а на высшей ступени пьедестала вновь стоял Николай Василевскис. Что до бронзы, то она досталась Роману Базалееву, у которого в день гонок был день рождения. Что ж, отличный подарок, учитывая, что и за третье место пришлось очень серьёзно побороться. Кроме того, награды получили участники лучшие в своих возрастных группах и самые перспективные новички серии, которыми считаются пилоты, проехавшие менее десяти этапов. Следующий вновь состоится на подмосковном картодроме «Маяк». У рекордов скорости на воде огромная история. А теперь новую страницу в неё вписали россияне. Неподалёку от Санкт-Петербурга прошёл первый фестиваль «Балтийская миля», который привлёк людей, влюблённых в скорость и водно-моторный спорт. В целом соревнования прошли по правилам рекордных заездов на суше. Правда, длина зачётной дистанции составила 470 метров. И это число выбрано не случайно. Такова максимальная глубина Балтийского моря. Интересно, что абсолютный рекорд первой «Балтийской мили» установила девушка Нина Обросова за штурвалом «Буревестника 650Р». Её результат – 128 км в час. Андрей Ерёмин на гидроцикле сумел развить больше 120 км в час. А в классе надувных лодок лучшим оказался Евгений Кондыба. Его результат – 97 км в час. Мероприятию не помешал даже пронёсшийся над морем шторм. Ну а мы будем надеяться, что «Балтийская миля» станет таким же регулярным мероприятием, как и «Миля Байкальская». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова